Танцы, творчество, трики, диджеи, стиль жизни, путешествия, экстрим, граффити, философия, уличная культура. Смотри Мутоблог. Раз-два, раз-два. Всем привет. Это фестиваль Open Dance Connect, город Томск. И у нас в гостях его Джипси и Predator Skrill. Привет, привет, чувак. Всем привет, ребят. Все круто. Ну что, расскажи, как тебе впечатления о сибирских бейборах, танцорах? Ну, так сказать можно, что не скрою, всем известно, что у нас есть интернет сейчас в наше время, многих ребят и вообще кого угодно, и что угодно ты можешь там найти. Однако, однако, как мы и так же знаем, есть андеграунд, и не все, далеко не все. Самое, как говорится, жаркое ты можешь видеть только там, когда ты вот есть в данный момент, в данное время, с нужными людьми, с нужной обстановкой, атмосферой. Ну что могу сказать? В принципе, некоторых ребят знавал. То есть, многих ты уже знаешь и видел. Знавал, знавал. Ну, так сказать, основных. Однако, вот вчера, допустим, вот мы судили и полноценный брейкинг, да, разные контесты были, номинации. Очень интересно. Я прям реально увидел, вот новых ребят для себя открыл. Я прям сразу со всеми, со многими познакомился. Реально очень круто. Прям очень радовало, во-первых, что много креативных ребят очень стараются. Ну, именно вот стайл, да. Как бы видно, некоторым тяжко дается, кому-то проще. Но вот это вот есть, вот эта стезя, прям ништяк, ништяк. Это очень радует. Ну, блин, Раша-матушка сейчас убивает просто. Но по мне так, ну, сибиряки и вообще Сибири, я всегда там офигевал, потому что реально очень много талантливых танцоров и достаточно сильных, реально сильных бибоев, которые не то, что там в России, на мировом уровне и пробились. И вообще, ну, то есть, очень круто, очень круто. Здесь как бы впервые, наконец, на сибирских просторах. Очень хотелось. Пусть мой первый трип это Томск, однако я очень надеюсь, что мне посчастливится обязательно посетить все, так сказать, столицы именно хип-хопа и всех движух этой территории. Там Новосиб, Кемерово, Красноярск, там обязательно очень-очень там очень хочется побывать. Но не скрою, да, все бибои, типа, бедняки, там все сложно, но можно и возможно. Главное, чтобы было желание, ну и кэш. В принципе, а так-то как удается, когда удается. По пригласам, да, честно, больше двигаюсь. Но хочется порой реально самому ездить и даже не только там кому-то что-то доказать, самому себе сказать то, что я реально не зажрался, я не разучился ездить на тусы за свой счет. То есть, как бы, конечно, приятно, когда приглашают, конечно, ты там, когда наездился, там, ты уже привыкаешь и все. Но нифига, вот именно вот я вот понимаю, что нужно становиться просто избирательным. То есть более со временем ты именно, я вот понимаю то, что да, ты просто вот выбирай то, что тебе кайф. Я вот реально всегда вот, ну просто счастлив, удоволен и рад. Я вот просто еду, когда в какое-то место, вот прям я еду, я знаю, вот там крутые чуваки, там крутая атмосфера. Реально, ну, ты можешь увидеть там мясо и просто круто проведешь время. Все, я просто вообще ничего не пожалею и даже не вспомню, даже если я там много средств на это убил, но я получил реально заряд. Да, очень кайф, очень круто быть здесь, всех воочию наблюдать. Приятно вот именно обстановка, все вот именно. Хороший, хороший коннект, коннект добрый, вообще прикольно. На самом деле вчера, я считаю, очень круто прошло все. Потому как, да, пусть, как уже многие, да, я пообщался, ребят сказали, этот коннект, грубо говоря, такой немножко не столь масштабный, как обычно. Прошлые даже вот были поболее, то есть там и людей, и все, и ну прям реально жесткое мероприятие, движуха. В этот раз как-то вот так. Но все же, все же, я считаю, все прошло вообще нереально круто. Я очень доволен. Да, было тяжело в некоторых моментах в судействе, но а что? Я вообще не особо любитель прям судить, но приходится как-то, надо же делать выбор. Стараемся быть объективными. Вот вчера очень старались, и реально мы даже вот порой не могли определиться. И вот нам нужно было выбирать по восемь, мы в нескольких номинациях давали прям шанс. Потому что прям ребята, девчата, ребята. И мы просто вот ставили девятым там, закидывали. А давай, ну давай дадим шанс, пусть проявит. Вот оно и покажет в батле. Просто в три угла там станет, один победит, достоин, значит он достоин пройти. Нет? Нет. То есть и в принципе все шло так ненавязчиво, так оп-оп, Владик очень круто предложил. То есть так получилось, я вот потом вчера мозговал. Реально вот здорово то, что грубо говоря для каждого контеста, каждой номинации мы как-то по-своему подошли. Очень круто. То есть там топ-рок у нас прошел в стиле сайфера. Мы сделали сайфер, все качали, просто выходили шоу-кейсом. Все очень круто. Это футворк и пауэр-муф прошел в режиме шоу. Просто при селешен каждый выходил, показывал свой раунд. У каждого было свое время, сколько угодно ты мог себя проявить. Круто. Ну и естественно по классике все батлы уже именно полноценного танца, то бишь брейкинг, там для китцов, для всех. И также бегел, соло, все проходили в режиме четыре угла. Но также фиксировались именно лучшие ребята, чтобы потом выбрать. Ну, на самом деле очень понравилось. По лицам и вообще по впечатлению там ребят тоже. Ну, надеюсь, что все довольны. Ребят, мы старались быть объективными. И действительно, чтобы вот никого, как говорится, не обидеть. Но сами понимаете, много людей, много вот всяких разных... Да, и факторов, и все вот это. И тебе нужно очень-очень. Я прям трепетно, трепетно отношусь. Об этом плюс судейства втроем, что... А прикинь бы ты один был бы. Я уже... Я просто думал сегодня об этом. Это... Один не вариант. Реально. Ребят. Всегда лучше. Да, зовите, да. Не скупитесь. Три судьи всегда лучше, чем один. Как говорится, одна голова круто, две, а три еще лучше. То есть, ну, это будет более объективно. И очень круто, действительно, мужик, вот круто то, что... Вот, в принципе, понятно, что все бибои во всем шарят. Это, ну, то есть нормально. И каждый человек должен понимать, да, грубо говоря, он этим занимается. Но у кого-то есть какие-то предрасположенности. Также я не скрою там, когда в плане там топ-рока, футворка, я очень к Владику прислушивался там. Когда там дело касалось пауэра там или еще чего-то там, мы с бамбучей там как-то больше на единой. У нас такие тоже были. Где-то с кем-то та, а тот кто-то против. Тут как бы это... Ну, тоже очень много решали. Я за некоторых вообще дэнсеров боролся. Прямо говорю, нет. Я вам отвечаю, пацаны, это крутой чувак. Он достоин. Вот, ну, он достоин. Слушай, извини, а там можно такой вопрос? Для себя в пауэр-мувзе вот важно все-таки, вот, больше приоритет это скорость и подача. Вот именно скоростной, быстрый пауэр-мув. Или все-таки оригинальный. Вот есть такие бибои, которые делают хороший пауэр-мув, там, гнутый, да, оригинальный. Но он такой, знаешь, может быть даже и не просматривается. Вот тебе как? Ну, начну с того, что просто, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. И ты должен знать в основном и по меньшей мере себя очень хорошо, чем я и занимаюсь. Я считаю, мы сами себя-то не знаем. Нам нужно еще очень много развиваться. И очень хорошо, когда ты реально объективно можешь оценить так же вот свою вот всю, дать характеристику и понимать свои слабости реально, свои сильные стороны. Чего не хватает, где, как, что. То есть, ну, в плане, то есть, вот, о себе, то есть, я знаю, да, что, как известно, я не особо быстрый мувщик. Очень много мне всегда, ну, не то, что претензии, а, ребята, там, да, пожелания, так скажем, даже не то, что советничество. Да, пожелания, как бы, вот, джипсан, прибавь скорости, прибавь динамики. Да, конечно, мужик, ты очень прав по поводу того, что пауэр-мув, конечно, ребят, да, это, это скорость, это динамика движения. То есть, я не говорю о том, что даже пауэр может быть не прям быстрый, но он должен быть динамичный все-таки. То есть, не обязательно это будет как покет, там, суперскоростная, там, движуха, там, либо же, там, ну, есть еще, ребята, просто покет, как бы, ну, сейчас. Не в том, что я, там, его боготворю, ну, его все, как бы, сейчас, по сути-то, боготворят. Он жесткий, да, он жесткий. Однако, опять же, ну, вот, если взять, рассматривать, да, вот, у него также есть и свои плюсы, и свои минусы. Вот для меня лично скорости минус является таковым, что мне очень тяжело реально на скорости выполнять нереальные фишки. То есть, из этого, грубо говоря, можно сделать вывод, что первоначально для меня очень важно это стиль. То есть, стиль пауэра не важно, даже если штуки твои не такие тяжелые и сложные. Хотя, в принципе, всегда сложность хочется, чтобы она была. Причем во всем, ну, как говорится всегда, самое важное, с чего и главное начинается наш дэнс и вообще весь дэнс. Это танец, музыка, да, это, ну, это вообще можно даже не говорить. Это должно быть, как вот оно есть и так и есть. То бишь, какие-то знания базы, да, знания основ, фаундейшена, твое мастерство, знания, именно, вот, как говорится, калчер. Ты прекрасно там прокачан, да, там, имеешь и знания, и умения во всех направлениях, знаешь, что где, что как. И ты можешь вправе варьировать, то есть, твои движения, складывать их, тебе легче. То есть, ты круто их выполняешь, а, соответственно, если у тебя база на хорошем уровне, ты можешь с этой базой исполнить такие вещи, что это вообще будет, ну, колоссально, космически. То бишь, и отсюда я могу сделать вывод, что да, прежде всего, конечно, для меня это оригинальность. Оригинальность потому, как тенденция в наше время такова, что с интернет временем, там, вот этим всем движением, что более-более как-то тесно все стало, теснее. С одной стороны, это колоссальный плюс. Да, ребята развиваются, ты можешь найти инфу, можешь пообщаться с любыми бипоями, там, крутым, не крутым, там, неважно. Написать, все, чуваки есть нормальные, все, там, ответят, все, подойди на туси, на чемпи, там. Это общение, это коннект, в этом и есть хип-хоп наш. Все здорово. И это помогает, это дает свои плоды. То, что ребята есть, вот, кто очень-то особенно талантливый и трудолюбивый, они очень быстро прогрессируют. Реально, вот, пример, кстати, резкий, чтобы, знаете, вот, как с примерами, как в школе, вообще, как... Вот, панда, Степан Дорошенко. Степчик, вот, молодец, реально молодец. Он за последнее, вообще, время, вот, последние, там, года полтора, очень вырос, очень вырос парень. И когда-то он мне написал, то есть для меня он был какой-то неизвестный тип, который начал мне писать, ну, как всегда. Я такой, да че там, ну, тогда обустрел, ну, да, так, навыки есть, скилзок, так, ну, такой еще, такой, типа, зелененький. Сейчас могу сказать, я со временем, мы с ним сначала общались, потом воочию на комбо-нейшн наконец-то познакомились, встретились. Все было круто, и вот, познакомился, узнал чувака, и прям еще больше, вот, проникся им, так скажем. И реально респект, респект, парень прокачался довольно быстро, и это говорит о том, что он хочет, он трудится, он старается. И вот, опять же, парень начинал с того, что он просто делал бэсик, просто, да, но вот, ну, у него вот это вот такое воспитание, грубо говоря, было тут что-ли, ускульное вот это, у него такая техника, да, заметите, там, полу такой, он быстрый такой, динамичный, он это старается не терять, тоже так вязать переходики там, все хорошо. Но сейчас, сейчас парниша очень занялся оригиналом, он уделяет, он очень старается много креативить, придумать новых идей. Вот и, как бы, пример того, что, в принципе, ты можешь всегда, не стоит стоять и держаться чего-то. Я придерживаюсь оригинала, да, но я также понимаю, что в муве важна динамика, я стараюсь прибавлять, стараюсь, чуваки, но мне просто тяжело. Я вот свои темы некоторые, ну, просто не могу на скорости сидеть, реально, а мне важнее, чтобы было сложнее, круче, интереснее, может быть, даже, и это моя жертва, я просто жертвую. Я знаю, что этим я себя минусую, но зато в чем-то другом, за счет чего-то, я могу добрать. Вот и все, то есть, в принципе, каждый так может, я думаю, делать, как-то подобрать. Нужно просто быть грамотным, это все тоже стратегия, тактика, опыт, в принципе. Ну, или, как вариант, может быть, какие-то вещи, которые сложные, там, может быть, да, действительно более тягучо, замедленно, а какие-то попроще, там, добавлять. Да, конечно. Я вот в судейском ты сегодня сделал, что ты все там, и то, и то, и то. Ну, я постарался, да, вот, это реально, мне вот даже... Это же стратегия, просто, как ты говоришь, подходить с умой. Реально. Мне вот даже вот, тоже мои ребята, с Predators, говорили, там, вот, даже тоже, там, вот, бутусили, кто-то мне вот говорил, хорошо, говорит, ладно, женек, я врубаюсь, тебе это тяжко, там, ну, окей, делай свои темы помедленнее, ну, на простых вещах ускоряйся, делай это динамичнее, делай это быстрее. Где надо замедляйся, где надо ускоряйся. И вот над этим я сейчас очень стал работать, я очень надеюсь, очень постараюсь реально прибавить скорости, но, конечно, не хочется забывать физуху. Для меня в приоритете также вот те вещи, да, вот мы начали музыкальность, да, знание основ, оригинальность, да, как мы уже тоже сказали, я тоже это сильно выделяю. Но еще также момент вот этого вот, как сказать так, аж мысль теряется, просто хочется все так четко связать, но вот именно какой-то вот, как говорится, ну, реально, блин, чем брейк берет? Сложный танец, сложный, то есть вот оно, сложность остается. И вот представьте, вот, ну, музыкальность, знание основ, твой танцевальный материал, ты можешь много чего изобрести, твое креативити, твоя душа, твой здесь внутренний мир, мозги и сердце добавляешь. И сложность, все, сложность есть сложность. Не убьешь это никогда в жизни, ничем, особенно да, то есть в такой дисциплине. Так что, так что вот, я думаю, если придерживаться каких-то вот основ, которые вот для тебя весомы, и вот действительно иметь баланс и гармонию, не обязательно, да, у каждого есть реально. Я вот знаю, вот у меня там, я чеер не умею, вообще не делаю, то есть я живу без чеера. Хотя я сейчас просто даю реально. Жизнь без чеера. Просто реально, мне аж гнобит это, я ж думаю, может подрастянуться, но как-то не особо комфортно ощущаю себя, поэтому и не развиваю. А ребята-то, ну, я просто поражаюсь, это какой-то сумасшедший фриз. Сколько с ним изобрели, и вот я реально, в гимнастике у меня мягкие были плечи, я, то есть, выкрутый делал с прямыми руками, у меня проворот плечей, то есть, бейки там, все. Но чеер это что-то какое-то вот другое. И вот есть даже вот это вот, знаете, типа упражнение, когда рука кладется прямая, а ноги должны уходить. Я тупо не могу вот так вот ровно и даже чуть-чуть завести, и я понимаю, я дрова, все. То есть, тянуться, да, надо. Гелтвист не люблю, честно, да, поэтому мало делаю. В основном предрасположенно использую флайтвист. Гелтвист, этот выход в руки не особо прокачан. Вот больше он прокачан таких олдскульщиков, чуваков, ну и те, кто более уделяет, нравится. Хороший, да, переход, резкий транзишн, смена левела снизу наверх, очень круто, естественно. Но вот, честно, у меня тоже с этим проблемки. Не особо люблю этот переход, не особо его часто практикую и делаю. Отсюда не особо может быть какое-то качество и юзаю, юзаю реже, реже. Хотя, да, грамотный, грамотный переход. И вот, и тоже надо вот, буду работать над этим, тоже подумываю уже, изобрести, может, пару штук. Потому что всегда круто, что всегда в пауэре. Когда левел меняется, естественно. То есть, и самое крутое, что, когда снизу вверх, это самое сложное. Прямо четко от точки низа, да, граунд вашего мула, до ап левел. То есть, а также, ну, то есть, резкий, да, может быть, нижний, верхний. Но также еще прикольно разбавляя, ну, если ты грамотно, там, допустим, сочетая, типа, там, граунд, мидл, ап. Типа, ты делаешь, допустим, промокаха, трек, элбо, руки. Флай, промокаха, трек, элбо, руки. То есть, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тоже очень круто, очень круто, я считаю. Ну, вот такие основные, да, моменты. Хорошо, слушай, такой вопрос, вот, твое гимнастическое прошлое. Ты серьезно занимался гимнастикой? Да. Скажи, вот, как ты считаешь, та база физического развития, которая дается в гимнастике, она, вот, скажем, в брейкинге, стоит ли такое внимание уделять физической подготовке? Вот я вот как тренер, да, хочу, вот, тренирую детей, допустим, я понимаю, что в гимнастике нереальная подготовка ОФП, да, то есть, там, закачка, дикая просто, растяжка, там, все. Да, растяжка. То есть, или все-таки, ну, для брейкинга это не так? Не столь, да, то есть. Ну, я считаю... И, опять же, вот, дала ли именно гимнастическая подготовка тебе, вот, плюс, в пауэрмузе, ну, вообще. Ну, вообще во всем, да? Да, во всем. Ну, как сказать, прежде всего, наверное, расскажу то, что тонус ваш физический, это есть ваш тонус всегда. Если ваше тело готово, если оно имеет силы и умения, то есть, опять же, скилл, это все в скилл перерастает. Вот, если ты задохлик, ты на руке себя не поднимешь, ты с боевой фреза будешь рушиться, на руках, там, ручка трусится. Ну, вот, есть чуваки, реально, вчера вот делали, вот, на них подходят, как бы, в жипсе, там, этот, туда-сюда. Да, и вот, ну, вроде чувак-то исполняет, понятно, что там уровень, да, у каждого свой, ты не можешь, как бы, ну, типа, понятно, что там тебе еще расти-расти, дружище. Однако, просто, вот, предпринимайте какие-то действия в плане того, что если вы даже начинаете, там, да, с основ как-то что-то, то-то, то-то, ну, делайте это, реально. Блин, ну, я не понимаю, честно, таких людей, когда ты вот стоишь на голове, и ты отжимаешься, типа, в руки, вот такой, становишься во фриз, там, еле-еле. Или корчишься, что ты там выдавливаешь, или просто бэк, ты такой, типа, головушку спрятал, типа, бэк. Да нихера это не бэк, кого вы на, извините меня, то есть, ну, не катит, не катит. А это что? Это все равно силушка, ваш контроль. Как вы себя контролируете? Вы держать себя сможете только тогда, когда у вас есть сила, ваш физический тонус. Отсюда, в принципе, можно выявить, что это довольно важная тема для любых дисциплин, которые требуют, вот, именно, так сказать, телесной работы, непосредственно, а брейкинг это капец. Но, именно, если говоря о, там, прокаче, да, каком-то силовом, то, может быть, да, полезно. Естественно, я думаю, это только в плюс будет, если ты как-то подкачиваешься, какие-то заминочки, конечно, вот, это здорово. Но, вот, я сейчас вот уже после спорта, да, так сказать, большого, довольно-таки одно время прям уделял серьезно. Ну, я так периодами, я бывает вообще могу бах, начать прям покачаться, подкачиваться. Там, вот, бывает, когда часто в Москву, когда к предаторск приезжаю, ну, там, с своими ребятками, там, мы готовимся, там, уже фитнес-центр. Я потом бах, там, в конце каждой трешечки иду, там, жим лежа, фигачиваю, железо тягаю, там, на бицуху, там, прессочек, ножки поподнимаю, там, всего так. Не говорю, что я, там, а, по 20 подходов, там, по чуть-чуть, я, там, сделаю, там, два подходика, там, раз, по 10, там, зафигачиваю, раз, там, по 10 поднял, там, там, ту того-сего, все. И потом, конечно же, растяжечка, просто чем опасна серьезная закачка, вот, знаешь, такой момент, что, если ты будешь много закачиваться, но не будешь нарабатывать в пластику, то ты можешь задубеть. То есть, мышца, она шкрепчает, но, да, должна быть, если ты хочешь, чтобы она была пластичная, тебе нужно постоянно, то есть, растягиваться. А то так ты именно, ну, так, быком, там, типа, станешь, но такой будешь дровишки, чуть-чуть дровишки, поэтому надо всегда вот комплексно. Ты закачиваешься и растягиваешься, то есть, у тебя мышечный тонус растет, но мышца мягкая, она эластичная. Вот, я считаю, в таком духе, конечно, да, это все полезно, но и, то бишь, не обязательно прям шидко заостряться, бог, сила там, но базару нет. Ну, это по себе, мне кажется, каждому более такой индивидуальный, все же люди разные. А, ну да, еще надо смотреть, что у каждого своя физиология, кто-то от природы подкачан, а кто-то слабый, ему надо больше убирать. Вот, вот, это принцип Биббоинга, я считаю, то есть, каждый ведь человек, в первую очередь, должен себя открывать, и каждый разный, все мы разные, и танец разный, и все. И поэтому для кого-то он там, блин, родился, блин, здоровым, вообще, сибиряки он, блин, сумасшедшие, блин, вообще. А кто-то там, не знаю, кто-то раз-раз витрировал по дому, уже кашляет, там, такой весь, такой худенький, невзрачненький. То есть, 10 лет за компьютером просиделся. То есть, да, да, такой, чисто, в пауэрмух кайсфаре, сипа, остетос. Ну да, то есть, как бы так, а в плане там о себе, то, что, да, гимнастическое прошлое, ну, базару нет. Там, я вам скажу, гимнастика, это, ну, я вот до сих пор считаю, что это такой вид спорта довольно-таки необычный, очень необычный. То есть, там присутствуют такие моменты, которые во многих видах спорта, очень мало где есть развитие. Такие маневры, как, там, чувство воздуха, чувство вот это вот, там, это вот можно там сравнить, не знаю, там, прыжки в воду, там, батут, там, вот это вот обезьянизм, как я называю. А я любил это всегда, поэтому мне как-то легко. Мой, наверное, самый жесткий скилл, я вот сколько слушаю людей, вот, что мне, вот, говорят, как бы, там, про меня, вот это советы и просто пожелания или респекты. Я вот реально как-то делаю вывод, что-то вот есть вот это во мне, я до сих пор как-то не могу ловить точно, вот. То есть, вот, типа, что я спасаюсь, держусь, то есть, там, вот это какая-то... На грани, так что-то. На грани, да, но вот это, наверное, как-то я это все равно транслирую в выносливость. То есть, я не сильный, я как бы не прям сильный, я просто выносливый. И вот у нас даже, ну, вот, когда ОФП, да, на гимнастике было, я честно вам скажу, я слабенький так-то был, слабовастенький. То есть, надо было добирать мне по физухе реально. То есть, я там очень на ручных, там, темах, да, там, какие-то, там, спичиги, там, отжимания, я проигрывал, там, пресс вообще конец просто. И ноги поднимаю, там, для меня 10 раз дожимов вот так с угла четко. У нас же там, что, коленочка. То дать на нас, плеткой, на тебе, все, не считай. Считай, сделал два, вот так вот, все, криво, смысл, что ты их сделал, не засчитанно, а ты уже такой усираешься, там, ну, капец, да, там. И всякие, то есть, я добирал именно, почему я не был в самых краях, типа, лошочек такой. Потому что я добирал именно вот эту вот физуху за счет выносливых тем. То есть, всегда до конца, вот, у нас были круги крутить на коне, на ручках. То есть, у нас там было, нет-нет, ребят, 40 кругов, 50, это 10 баллов. Вот, переставь. Это, то есть, равносильно, если по-бибойски, да, так, типа, сравнивать с флайерами, даже, грубо говоря, флайеры на полу, круги Долысала или круги Томаса, по-гимнастически правильно, да, то, нет-нет, я-то делал, там, ну, 35, ну, под 40, да. То есть, к примеру, предположим, ну, сейчас, вот, я там, твистов, я намного больше напрыгиваю. Я, там, твистов полтинник делаю, там, а флайеров, там, 30 с чем-то, да. Вот, реально, когда в процессе ты уже умеешь круто, я понимаю, реально, флай сложнее, чем твист, будто бы. То есть, контроль этого, ну, естественно, вот, тоже в тему, опять же, твиста, это руки. Нас прокачали, нет-нет, стойчка, контролю, научили контролю, то есть, там у нас, ну, ты чё, никаких выпадов, там, всё. Ты ровный, как столб, просто, колбасы, вот это вот, всё, нету. И ты научился, вот, это меня очень, то есть, я очень хороший контроль ощущаю. И, естественно, наверное, это очень помогло, наверное. Ну, и вот это вот, наверное, какая-то выносливость, до конца, идти до конца, не останавливаться. Вот, да, там, я даже, падаю, а, вот, джисер, он ещё западет, нет, там, как-то, вот, уже упал, крэш, вроде, а, нет, до конца. Реально, это, конечно, горько, вот, вспоминается, последнее, жёстко, вот, только недавно с кем-то из ребят вспоминал, когда на World Street Dance, там, собрались, мы были в сборной с америкосами, я просто тупо крэшу в последнем раунде. Я такой думаю, блин, на это ж весь мир смотрит, это я почти завершаю батл. Это капец, просто, ну, колоссальное напряжение, я вообще, ну, то есть, внутренне морально был повержен. Да, но я собрался, то есть, я закрэшил, но я доделал до конца, и я старался это не просто на отвалезить, а, вроде бы, ничего не произошло, так же сделал, пофиг там, бочечка зашёл, бодренько раскрутил чик, шпагатик там, хоп-хоп. Ну и ладно, ну, всё у всех бывает, у всех, ничего страшного, чуваки, все падают, все падают, да любые, бибой, самые крутые даже, на фигне, ручка на футворке вот так может. Или пол там плохой? Пол, да, пол очень важно, я раньше такой, типа, да пофиг, пофиг, когда ещё там некоторые муверы, которые, грубо говоря, зависимы от пола, я такая, да ладно, да я на любой поверхности, а сейчас такой, нет-нет, ну, всё равно всекаешь, есть вот этот момент комфорта, знаешь, вот, там пол, он в меру скользкий, в меру не скользкий, то есть, нет такого, где ты там есть просто, ты вот так вот просто, как на льду, а есть ты как на наждаке, и ты просто, не можешь. Я вот поэтому люблю в меру, не сильно скользко, но и чтобы всё-таки скользило, не было состревашек. Ну вот так вот, то есть, как-то, в принципе, я, конечно, очень благодарен, и до сих пор, вот, я никогда не откажусь от того, что, да, гимнастика это один из самых крутых видов спорта, я вот, ну, со всей вот такой вот скажу, и, ну, не хуже даже брейка. Да, естественно, меня это очень прокачало, и мои, как бы, данные природные, но, что вот можно сказать, реально, вот такого, что, прям, ааа, это то, что я внутренне не чувствовал себя, как будто, знаешь, не в своей тарелке, и вот это же как, ну, как говорят, мысль материальная, энергии, я вот как-то, знаете, не хотел, так вроде бы, и вот со мной, как на зло что-то приключается, какой-то ответственный чемп у нас там, бах, Женя заболевает, бах, Женя сломал руку, Женя сломал ногу, травматизма, ребята, у меня столько всего было, я столько всего перенёс, но я прям даже рад, да, именно на гимнастике, то есть травм, жёсткого травматизма, связанного с брейком, тьфу-тьфу-тьфу, пока, то есть, такого не было, ну да, ну, ногу ломал там, да, что из серьёзного и то, и, как всегда, извините, на говне, блин, корс крю, блин, присел вонючая вот так и просто подвернул лодыжку, то есть, ахилла, там, сустав, капец, то есть, опять на фигне, это вот в тему, то есть, всё может быть, но не унываю, то есть, главное, что мы танцуем, мы делаем это от души, как-то в спорт есть спорт, ты там, ну, ты должен быть более собранный, более, ты как бы такой узконаправленный, ты в рамках, у нас там все, ну, я правила читал, изучал, там, каждый элемент, у нас там каждый элемент называется именем того-то гимнаста, который выполнил это на каком-то определённом турнире, там, он имеет свою стоимость, свою группу, ценовая политика, там, типа, категории, да, то есть, ты собираешь комбинации, есть стандартные, там, именно, там, типа, как, там, обязательная программа, то есть, ты её должен выполнять, некоторые тупо не добирали в обязалки, как бы, вроде, произвольная, ты сам всё составляешь, а тут, как бы, ты обязан выполнить, и если ты не можешь, то до свидос, дружище, всё, как бы, ты пропадаешь. А вот, когда я вот именно нашёл брейк для себя, я вот именно ощутил раскованность, полную как-то свободу, я чувствовал, что да, вот, вот оно, моё место, как пелось в песне Линкен Парк, я всё время говорю, somewhere I belong, там, где моё место, и оно реально есть, я себя тут прекрасно чувствую, я радуюсь, я, просто, я, как первый раз, я одел очки этого мир-брейкинг, бибоинг, да, очки бибоинга, просто этого хип-хап-сообщества, я их тупо не снимаю по сей день, и не хочу снимать, я просто, когда пришёл, я уже говорю, я, наверное, этой темой, да точно, лет пять прозанимаюсь, ныне, вот, уже десятый год пошёл, уже девять лет за спиной, и я не хочу останавливаться, я только, вот, наоборот, ещё, 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 ты познаёшь, и это тебя ещё... подпитывает, реально, у меня всегда, у меня музыкальная семья, я люблю музыку, музыка – это самая прекрасная вещь, которая есть в жизни, и это меня, я вот стараюсь быть всесторонне развитым, коммуникабельность, универсальность, мой главный принцип в жизни – универсальность, как в брейкинге, я стараюсь делать всё, так и не только, там, в танцах других, я танцую, танцевать пробую, другие танцы, и это не как, типа, Стёп, что я там, ха-ха, типа, бибой угорает, типа, я там могу, ну как, могу-могу, но если, знаешь, можешь, это видно, у кого это есть, то есть, чувак реально, у него филинг, он, значит, ну, круто, чувство, есть талант, разработать просто надо, а у некоторых просто реально, он, типа, угорает, и он реально угорает, он реально дрова, извините за выражение, тренировать, тренировать, и как бы вот, а есть у кого реально вот круто, даже вот Стёпка-то тот же, я вчера сижу с Владиком, говорю, блин, да у него-то проб неплохо-то смотрится, вот, он просто не работает над этим, а, ну, просто нет, у некоторых ребят есть он просто, но он вроде старается, но, блин, по форме прогон, ему надо прям работать, а ему не надо работать, ему просто надо танцевать больше топрока, делать степы, качать на филинге, то есть, ну, типа, таких тем, ну, не знаю, то есть, всё возможно для каждого, и также не только в Дэнсе, у нас хип-хоп, у нас обширный, диджейн, граффити, ты можешь рисовать, любые творческие вот эти арт-вижения, я, так сказать, ну, респектосе кино, Красноярск, Флэйва, отвечаю, просто смешно говорить, пацан, какой-то из Красноярска просто приехавший, там, к нам на юга заехавший, светленький, дружище, братишка, Чирита, приехал тогда, и он просто вот, мы заходим, просто нас там у чела вертоки, а мы как-то раньше так, ну, вообще, у него такие не особо крутые были, женёк просто вот так вот, сразу, да ладно, ребята, вертачелы, ну, чё, чё, вот это нас кричит, кричит, мы такие, а мы как дебилы, такие, да ну, значит, такие, и он так, вы чё, давай, и женёк как начал пилить, мы просто с Ганом такие, типа, вот это мы вообще, короче, лошары, просто, такая тема, мы, ну, вот меня реально тоже прикололо, я занялся вот тоже, очень круто, мы сейчас реально скидываемся, я, Сашок, ещё там пацанчик, реально просто вот бабки, я типа сейчас заработал, да, там тусы, это, я, блин, движуху, всё, вот мы берём вертушки, наконец-таки нормальные, чтобы скрэчсейшны, чуваки приезжают, там приезжайте, не знаю, там вообще тоже там жендосик вообще постоянно вот гостит у нас и прокачивает вообще, вот мы очень-очень вдохновились, реально, то есть сказать о диджеинге, да, мне не очень нравится именно вот сугубо, да, то есть диджейское искусство, да, соединение музыки, да, то есть это такое более, да, подборка треков, компоновка, грамотная сводка, вот, не, как-то не то, от этого и нет желания быть диджеем, типа, становиться диджеем, но я считаю, блин, просто это сложно, быть диджеем сложно, поэтому и мало хороших диджеев, и в тему, кстати, опять же, респектоз могу кинуть, реально, искренний респектоз, здесь на тусе, вот, диджей Бибоб, мужик прокачивает, вообще, крутая муза, рад Вага здесь видеть, ещё спасибо мужику, что он также в Ростов недавно приезжал, поддерживал мероприятие, очень жалко, что я там не был, но вот тоже приезжали ребята, да, диджеинг вообще, реально, диджеи, ребята, развивайтесь, так же, здесь Сибирь, у нас на югах тоже вообще сложно, мало-мало ребят, но, то есть, тоже такое искусство. Главное, что подходить ко всему серьёзно, и как ты к этому подходишь. И вот прям, да, с душой, не, ну мы прям вообще приколойтесь, вот, скретчинг, да, вот, развиваю это, там, битбокс я всегда любил, битбокси, там, сейчас забросил, но умею, там, ну, понятно, рэпчик, фристайл, это всегда такая тема, ну, все бибой угорают, это так, но тоже прикольно, а вот это и пойдёт, разовьёшь талантом, это тоже своя тема, но также, как известно, рэперов миллиард всяких там типа крутых, и вообще, также хорошим, качественным рэпером быть, и рэп делать крутой, также очень сложно, поэтому я тоже не берусь, уж уводите, лучше не делать, вот мой принцип ещё также, в организации, вообще, вот, к чему ты делаешь, лучше не делать, чем делать говно, если взялся, делай нормально, просто вот, и всё, то есть, вот такие принципы жизни, да, очень просто стараюсь коннектить, люблю базарить, вот уже опять 100 лет, это интервью, наверное, опять будет колоссально длинное, но люблю делиться, вот, мне ребята пишут, я там даже в инетах стараюсь, там, отмечать, там, не добавляю в друзья, ну, блин, ребят, скажу так, я, конечно, понимаю, это всё, там, наш ресурс, там, соцдвиж, но я так трепетно отношусь, честно, пусть я там со всеми могу, там, там, это, там, заобщались, это, но кого я, как бы, не знаю, грубо говоря, там, ну, типа, не видел ни разу, или там, что-то как-то, да, можно там познакомиться, всегда там это, но вот, я реально, то есть, ну, для меня это, как бы, это моё личное пространство, я, грубо говоря, там, не кайф, а бы кого, там, всех подряд, там, добавлять, я могу, там, кликать, тупо, там, но мне так не кайф, реально, я добавляю в друзья, это и есть добавить в друзья, ты добавляешь, реально, там, ты не просто собираешь, тупо, там, по два, там, три косаря, чтобы у тебя было, там, и в друзьях, и подписчиков, чтобы там было 500 лайков, это те люди, с которыми ты реально круто время проводил, и ты их закинул сюда, и, то есть, они уже, вот, и они, то есть, для тебя, вот, да, вот, ты можешь сказать, ты там открываешь, и нет, такой, чё это за тип, откуда, тупо, вот, ну, я порой уже сейчас, знаете, когда там, ну, бывает, да, там, чувачки, ну, добавь, там, ладно, на, там, ты потом просто смотришь, и, блин, кто это, или там, так, там, это, а вот, когда ты просто раз в список, и такой, а, блин, там, там, вот, там, 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 Серёга, там, свой чувак выложил новую видоску, посмотрел, зацепил. Оп, там, да, там, оп, там, оп, там, не знаю, сибирская, там, бишь, оп, там, петерчане, там, москвичи, там, оп, то, сё, регионально, да, там, как-то, ты всех этих чуваков, все флэвы действия, там, ой, там, блин, а как мы круто, там, там, с этим я там, вообще, мы там затусили, а тут я приезжал, и эти ребята, вообще, вот, да, блин, там, шиндос, там, ну, это ж так круто, реально, поэтому, ну, не обессуйте, я, как бы, всем говорю, вы можете писать, просто, ну, не обижайтесь на то, там, ну, это такое личное, знаете, кто как, у каждого своё отношение, свои принципы жизненные и так далее, но я реально, мне много чуваков пишут, я стараюсь ответить всем, каждому, так, ну, как-то, вот, уделить, там, что-то как-то, ну, не хочется, так, пропускать мимо, потому что, ну, мы в одной теме, мы на одной волне, и нужно помогать друг другу, реально, помогать, и я хочу, как бы, сказать, взять посыл реально именно тем бибоям, которые, типа, грубо говоря, уже крутые, да, но реально, пацаны, блин, просто, это ничего такого, реально, даже, даже, если там какой-нибудь, ну, тупой вопрос, там, ну, какая-нибудь, вообще, ну, есть такие просто реально пишут, мужик, я тебе скажу честно, но ты просто офигеваешь иногда, что, блин, ребят, ну, чё вы там за пигню спрашиваете, да лучше спроси, блин, банально, сколько ты там танцуешь, как там, чё, чем там, я не знаю, там, просто, там, скидывая движуху, там, подскажи, там, твист, и просто рушится, как, вот так, и ты такой, тебе не края шелка вроде обидеть, и ты как-то хочешь, и, ну, реально помочь, но, блин, очень много работы надо проделать парню, а, ну, ты представь, как это можно написать, ты, блин, сказать, извините, это ощущение, то, чем мы, это, 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 это передать, это педагогический опыт большой должен быть до нишения, до людей, у тебя, кстати, есть тоже гиверап вот этому парню, который вообще растит, учеников, и не только учеников, вырастил реально достойных бибоев, блин, которые вообще мочат, ну, очень круто, просто, Красноярск, Флэйва, тоже там, видосики такие, очень, тоже приятно порой посмотреть, там, мы с людей послушать, вот, очень смотрел, там, твои, там, репортажи с ребятками, круто, круто, это та информация, которую я могу, и вот, реально узнать, там, о вот тех же сибирских ребятах, сейф лейли, там, как, чё, там, что, кто, очень здорово, вообще, практикуйте эти движки, вот, ну, ништяк, чуваки. Но общаться лучше всё-таки вживую, ты, британ, сказал, да. Отсюда. Если хотят, там, добавить, друзья, всегда ты открыт, можно к тебе подойти, лучше приехать на курсу и пообщаться с тобой вживую. Так-то, как бы, сильно вот это просить, а, там, и обижаться, да, вот, она, 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 она меня не добавляет, блин, ну, чуваки, сами поймите, вот, реально, когда ты просто подойдёшь ко мне на чемпе. Все вас ищут Ну короче, ребят Чуть позже продолжим Ну может не продолжим, я слишком долгий, хватит Короче, give it up, всем респектус Это Бобби Бой Джипси Это Артём Мутаген Это Тёмчик Смотрите Мутаблок, это город Томск Сибирь С днём рождения Спасибо, мэн Всем ребят, вообще, желаю Счастья, добра, любите друг друга Прокачаемся, тусим вместе, всегда Е-мясо